Старый Оскол снова на вершинах спортивных достижений. На прошедшем первенстве и чемпионате мира по кикбоксингу в Ирландии сразу три оскольчанки попали на пьедестал почета. Арина Рудова и Екатерина Елисеева стали победителями соревнований, а Аделина Мершаева – бронзовым призером. Помимо медалей, два золота, бронза, девочки порадовали еще уровнем. Приятно смотреть на такие бои. Столкнулись с сильнейшими школой кикбоксинга. С представительницей Сербии мне понравилось, Екатерина боксировала. Очень хорошие, качественные бои. Действительно, бои высокого уровня в первенстве мира, где бой именно очко в очко, то есть очень сложный, напряженный бой. И наши девчонки доказали, что у нас одна из лучших школ кикбоксинга и молодцы. Соревнования сложились не просто для всех наших участниц. Кате уже в полуфинале попалась принципиальная соперница из Сербии. И это, можно сказать, и был скрытый финал. Скорее даже было тяжелее не финал, а полуфинал, потому что боксировалась девочка из Сербии. Она достойную конкуренцию, в принципе, представила. И было тяжело, но хороший бой. То есть мне немного, на самом деле, таких боев, которыми могу так похвастаться и назвать, ну, то, что большой уровень боев. Что касается Арины Рудовой, то она повторила свой успех прошлого года. Она так же, как и Катя, провела два боя и оказалась сильнейшей в мире. Ну, конкуренция растет, поэтому все больше и больше конкурентов становится, и поэтому сложнее каждый год. В этом году у меня было всего два боя, но первый бой я провела три раунда, получается, было. А во втором бою я в первом раунде досрочно выиграла. Такие результаты администрация округа не могла обойти вниманием. В присутствии родителей, друзей, руководителей спортивных школ и других спортсменов Глава Александр Гнедых поздравил наших чемпионок. Здесь же чествовали еще одного нашего отличившегося спортсмена Гребца Дмитрия Храпенко. Он в составе сборной России стал чемпионом мира в таком экзотическом пока для нас разделе, как гребли на каной дракон, где в лодке одновременно 20 человек. Да, это скатывание, повторять нужно за впереди сидящим, чтобы было все одинаково. То есть малейшая неточность приводит к плохому результату. Ну а закончилась торжественная часть награждения совместным фото на память.